Добрый день, дорогие друзья! Вас приветствую на канале TopHotelsAgent и сегодня у нас курорт Alila Kataifaru Maldives. Жду подключения нашего сегодняшнего спикера, нашей гости. Ника, пожалуйста, к нам подключайтесь. Добрый день, Светлана, добрый день, друзья и гости нашего отеля и эфира. Итак, начинаем презентацию. Что вы, кто вы, для кого вы, почему стоит провести отдых у вас? Но прежде всего я хотела бы сказать, что мы совершенно новый отель, новый резорт. Мы открылись 16 мая прошлого года, то есть буквально две недели назад мы празднули нашу первую годовщину. Можете нас поздравить, это было интересное путешествие для нас, для нашей команды. Вообще, давайте сначала расскажу о том, что такое Alila, да, то есть что такое Alila, откуда вообще резорты, какой-то бренд. Alila Hotels Resorts это коллекция больше, более 20 бутик-отелей, располагается по всей Азии и свое начало этот бренд взял именно с Индонезии, то есть кто путешествовал на Бали, в Буде, все меняки, улы вату, скорее всего, знакомы с нашими отелями всех регионов. И вот отель дает такую небольшую именно частичку, даже приезжая к нам, некоторые вдохновляются, наверное, ощущая частичку индонезийского гостеприимства, а также некоторых именно элементов дизайна и культуры, да, можно сказать. Напомню, что с 2018 года Alila Hotels стала частью корпорации Hayat Hotels, то есть мы являемся частью отелей Hayat, которые известны по всему миру, действительно своим качествам, стандартам и своим сервисам. Давайте начнем наши слайды. Итак, находимся мы на полностью натуральном острове, то есть когда Alila строит свои резорты, самым таким ДНК бренда считается именно не разрушить что-то и построить свое, а именно вписаться в ландшафт, в окружающую среду. То есть остров наш полностью 100% натуральный и при строительстве нашего отеля, при строительстве виллы, строительстве ресторанов и другой инфраструктуры было сохранено больше 80% растительности. То есть таким образом, сразу ступая к нам на остров, ощущаешь себя в джунглях, многовековых джунглях. Остров больше нескольких сотен лет, да, то есть до него, до нашей эры на нем жили люди, такой остров с глубокой историей. Потом они его оставили, он был необитаемым в течение некоторого времени, пока мы не пришли на этот остров. То есть пальмы, которые растут, деревья, то есть они такие питали в себе эту многовековую культуру, историю, и хранятся в себе действительно очень много интересного. И вот погружает наши гостиные, как раз таки, в эту атмосферу. Самый интересный очень факт, что, несмотря на то, что мы открылись всего год, мы уже получили очень много разнообразных наград, и одна из самых почетных мы являемся в списке Condé Nast Travel Hot List, как один из самых успешных открытий этого года. То есть могу так сказать для тех, кто не знает, Condé Nast Travel такая библия для туристов по всему миру, с поличкой, да, то есть от которой показывают, куда стоит приехать, почему и зачем. Располагаемся мы. Мы наше расположение в Атоле Ра, то есть для того, чтобы к нам добраться, необходимо сесть на гидросамолет и займет это путешествие всего лишь 45 минут. Буквально находимся мы, получается, на краю, на краю таком Атоле Ра, то есть практически на окраине самого Атолла, граничивший с таким уже открытым океаном. То есть что позволяет это иметь при себе? Это как раз-таки необычно красивые, спокойные виды. То есть возле нас, несмотря на то, что в Атоле очень много отелей, но возле нас нет вообще других отелей, нет других обитаемых островов. То есть выходя с любой виллы, вы получаете как раз-таки вот именно экспириенс Робинзона, где нет ничего, только необитаемые острова, лагуна и океан. То есть как раз-таки вот это именно дает нам такое большое преимущество. Плюс к этому, так как остров натуральный, практически по всей территории достаточно хороший пляж, мягкий песочек и красивая лагуна, также есть свой риф. То есть все в одном, можно сказать. Давайте еще перейдем к нашему еще одному сюрпризу. То есть почему мы назвали вообще Алила Катефару наш вебинар «Остров сюрпризов». То есть прежде всего Алила в санскрите переводится как «surprising difference», то есть удивительно другой сюрприз. То есть сюрприз мы стараемся сделать для всех наших гостей, которые приезжают к нам, чтобы они увидели что-то новое на Мальдивах, для тех, кто в первый раз, естественно, для тех, кто уже не в первый раз. И прежде всего, то есть всех наших гостей поражает наш дизайн. То есть архитектором нашего отеля была сингапурская студия, студия «Гёта», которая так немножко подошла по-другому к строительству отеля. Вместо вот многих традиционных соломенных крыш, деревянных построек у нас преобладает больше такой современный скандинавский стиль, скандинавский минимализм. В всем интерьере всего резорта присутствуют три основных цвета. Это серый каменный цвет, цвет дерева, такой коричневатый, светлокоричневатый и черный. То есть эти три цвета присутствуют в ресторанах, в ресторанах, на виллах, что позволяет немножко, знаете, с одной стороны, это аскетично, минималистично, но с другой стороны, ничего не отвлекает от красок природы, которые окружают вас вокруг. И это позволяет отдохнуть не только телом, но и дышой полностью расслабиться, да, от всего, от того, что происходит вокруг нас. Ника, а можно я тоже по ходу буду спрашивать какие-то вопросы? Мы можем вернуться на предыдущий слайд, там, где у нас было на два слайда назад. Сказали нам о том, что никакие острова с острова не видны, с резорта. А вот мы на картинке видим, девушка стоит на песчаной, да, вот песчаной отмеле. Вот на втором слайде, и мы видим остров. Это на, так, это остров необитаемый. То есть все острова, которые вокруг нас, они все необитаемые, куда мы можем вывести гости на пикник, и они окажутся там только они, гусенички, ящеречки и кокосы. То есть все острова вокруг острова, которые необитаемые. Это не резорты, это просто необитаемые острова. Все, окей. Ника, еще такой вопрос по поводу лаунжа в аэропорту Мали. Есть ли он у вас, вашего отеля? На данный момент у нас нет лаунжа, но есть своя машина, да, то есть КВН, который возит гостей из терминала Мале до терминала гидросамолет-лаунжа. Однако в прошлом году открылся совершенно новый лаунж гидросамолетов именно в Мале, который очень напоминает торговый центр, очень современный, комфортный. То есть в этом лаунже есть специальный VIP-лаунж от TMA компании. То есть мы используем этот лаунж для гостей, в котором предоставляются какие-то напитки, закуски, освежающие соки, сэндвичи и так далее. Для ваших гостей, естественно, посещение лаунжа бесплатно. Да, совершенно верно. Все, идем дальше. Не, собственно, наш лаунж, лаунж от TMA, но мы используем для наших гостей. Все, отлично. Переходим дальше к карте острова. Итак, давайте посмотрим на остров сверху на карте. Расскажу по острову, потому что все на самом деле очень просто и минималистично. То есть на самом деле такой очень прямой, straightforward продукт, который действительно легко продавать и легко о нем рассказывать, и легко запомнить, что вообще есть. Свет, давай немножко с тобой пофантазируем, что напоминает остров наш. Посмотреть на него сверху. А давайте мы спросим. Спросим у наших зрителей. Мы же тут не одни, нас много. Что напоминает на остров? О, дельфин, ну все, сразу, сразу. Устали все хорошо. Устали все, дельфин, чуди паха. Очень много слышала разных версий. Начиная с печени, раньше банана. Дать у глаз, хорошо. Давайте будем романтиками и назовем наш остров дельфинами. Хотя на самом деле мне действительно напоминает дельфинчика. В некотором деле напоминает. В некотором деле, да. Будем романтиками, будем называть его дельфинчиком. То есть не просто так мы назвали этот остров дельфинчиком. Мы построили, наверное, в форме немножко дельфинов. Прямо недалеко от нашего отеля, буквально в пяти минутах, живет такая стая дельфинчиков. То есть наше экскурсии на дельфинах мы не вывозим слишком далеко. Буквально отъезжая в пяти минутах от острова, можно увидеть их огромное количество. Они такие очень игривые, потому что, мне кажется, людей вокруг не было до нас. Они там прыгают и ворочаются. То есть очень много таких играют. Даже на переговорки с Дони, когда приезжают на них смотреть. То есть очень много дельфинов. И даже иногда не выезжая с острова, с главного ресторана, либо с фонных вил, можно наблюдать этих дельфинчиков. То есть очень такие красивые, игривые, миленькие. То есть поэтому такое очень символическое название. Остров среднего размера, в длину примерно 750 метров, в ширину 200-250 метров. То есть я могу обойти остров с моим таким спокойным шагом примерно за 20 минут. Такой остров не сильно большой, не маленький, очень такого хорошего достаточно размера. Всего на острове 80 вилл. Все виллы идут абсолютно с приватным бассейном. Из них главные, я вам скажу, отличаются две категории. Это пляжные виллы и водные виллы. То есть самое главное различие будет между пляжными и между водными виллами. 44 пляжных вилл. Из них три категории также. То есть вы можете посмотреть немножко на хребте и на брюшке дельфина. Вот это все идут наши пляжные виллы. Пляжные виллы идут три категории. Базовая категория – бич вилла, виспо. Если видите на карте, 139-144. Это у нас идут базовые виллы. Санцет-бич виллы – вторая категория. 128 по 138. Они идут с этой стороны. Почему мы выделили бич виллы как самую первую категорию? Скажусь это честно. В этих виллах с самого начала у нас идут небольшие проблемы с пляжем. То есть идет такой, нет большой полосы пляжа, очень красивый садик. Но для тех, кому важен хороший заход в широкий пляж, то есть у нас как раз-таки вот этих шести вилл практически круглый год есть проблемы. Поэтому выделили как самую базовую категорию. А проблемы какого характера? Подмывает пляж. Пляж размывает, но я скажу, то есть этот год мы в принципе отработали очень хорошо, потому что гостей у нас есть больше категорий вилл, где хороший пляж. То есть гостей, которые приезжали до этого к нам, мы всегда сверили виллы только с абсолютно хорошим пляжем, даже если бронировали базовую категорию. То есть по секрету, чтобы не все думали, что... По секрету всему свету. По секрету всему свету, да. И еще у нас есть один большой проект. То есть изначально, когда мы только открылись, мы изучали остров, да, с каких сторон течения, с каких сторон получается, подмывает, не подмывает. То есть изначально специалисты, которые приехали к нам, они сказали, что нам нужно подстраивать волнорезы с определенных сторон, которые мы сделали. То есть они сейчас есть, но такие очень-таки миниатюрные, красивенькие, не возле вилл. Но эти волнорезы не работают, да. То есть и поэтому в этом году на две недели мы решили сделать проект по улучшению пляжа. То есть мы изменим расположение волнорезов, а также насыпем пляж, то есть те места, как раз-таки, где его нет. Это возле пляжных вилл и вот возле главного ресторана. То есть большой проект. Я думаю, как раз-таки после июля, ну, в начале июля, практически про всей территории острова абсолютно будет супер хороший пляж, где можно пройти босиком, знаете, на самом деле на Мальдивах тяжело вокруг острова пройти, то есть по пляжу. Как раз-таки проект нашего генерального менеджера, наших владельцев для того, чтобы сделать именно пляж, проходимый по территории всего острова. Но на данный момент, то есть только вот у этих вилл есть проблемы с эрозией. Вторая категория Sunset Beach виллы. Внутри виллы все абсолютно одинаковые. Посмотрим с вами видео чуть попозже, после того, как объясню, разницу между ними. Но здесь хороший пляж, широкий такой заход, красивый. Здесь также очень удобное расположение для тех, кто хочет плавать с масками, сделать снорклинг. То есть возле Sunset Beach вилл наиболее удобный заход в воду для снорклинга. То есть риф практически по всей территории острова, но в этих местах он намного более доступный и наиболее красивый. То есть для Sunset Beach вилл. Почему Sunset Beach виллы не самая высокая, не самая дорогая категория? Это вопрос, который спрашивают все гости, не только наши, но и гости из других стран, потому что обычно у всех отелей Sunset Beach виллы самая дорогая категория. Остров располагается многобоком. То есть закат у нас получается со стороны носика и глаза дельфина, а рассвет у нас со стороны хвостика. То есть в принципе со всех вилл у нас идет такой боковой вид на закат. И Sunset Beach виллы мы видели как вторую категорию, потому что посадка гидросамолета как раз таки проходит с этой стороны. То есть иногда при посадке возможно будет шум, что для более чувствительных гостей бывает проблематично. Поэтому мы видели как вторую категорию. Но при этом скажу еще раз, что возле нас нет много отелей, поэтому нет такого трафика движения, посадки гидросамолета буквально. То есть три раза в день может быть, что не сильно будет отвлекать гостей. Итак, самая высокая категория это Sunrise Beach виллы. То есть они на таком брюшке дельфина располагаются. 27 вилл. Здесь у нас абсолютно хороший, идеальный широкий пляж, комфортный заход в воду и очень тихо, спокойно, потому что гидросамолеты не садятся в этой стороне. Вот они здесь. А все пляжные виллы абсолютно одинаковые. Давайте сейчас посмотрим видео. Я думаю, как раз таки будет на более наглядно видно. И по ходу его прокомментируем. Давайте мы сразу сделаем маленькую вставку. Для тех, кто будет смотреть наше видео уже в записи, мы обязательно добавим в монтаж видеоролики уже июльские, когда будут все работы по пляжу завершены. Конечно. Маленькая будет вставка в наш сегодняшний эфир со свежими видеофайлами. Итак, давайте посмотрим. То есть все наши виллы абсолютно отдельно стоящие. Вы видите, насколько они зеленые. В каждой пляжной вилле есть отдельно гостиная. И это гостиная, да, то есть у нас она отделяется дверью от спальни. Сейчас там буду я вставочки, посмотрите, что какая, насколько большая и толстая дверь. То есть несмотря на то, что на острове нет двухспальных вилл, потому что больше концепт такой острова немножко направлен на взрослых, но с детьми мы ее размещаем. И очень удобно как раз в этих пляжных виллах. Дедов можно разместить в гостиной, родителей в спальню, закрыть дверь, и у всех будет своя приватность. Еще одна фишечка наших пляжных вилл. Посмотрите на эту ванну. Ванна идет под открытым воздухом. Очень зеленая, то есть вы можете принять ванну, смотреть на звезды, слушать пение птичек, летучих лисичек. И благоухающие цепочки, да. Вот такие прям в джунгли, прям в номере. Да. А какая-нибудь есть живность? Просто я так смотрю, очень прям так все у вас зелено. Стандартный для Мальдив геккончики. Геккончики, летучие лисички, они очень такие активные, постоянно летают, прилетают. Мальдивские птички, есть мальдивские страусята, маканы также. И, кстати, вот по подводному миру у нас недавно была черепашка, нас посетила гость, несколько месяцев отложила яйца, и вот на прошлой неделе эти яйца вылупились, и мы выпустили этих черепашек в океан. То есть наш такой был гость. Вылупились и бежали. Да, вылупились и бежали. Некоторые застряли, потерялись, но мы их направили в океан. В нужное место. В океан. То есть видите, что пляжные виллы очень приватные, они все абсолютно отдельно стоящие, такие зеленые заботы, которые были на других вилл. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот, еще раз повторюсь, абсолютно все пляжные виллы одинаковые, да, то есть в зависимости от того, куда вы ходите на Сан-Цет либо на Сан-Райз или где получше пляж. На данный момент хороший пляж у Сан-Райз, и у Сан-Цет также тоже пляж достаточно очень хороший. Только Сан-Цет со стороны бывает посадка гидросамолета, что может вызывать помехи для гостей. В связи с этим они у нас в той второй категории. Переходим плавно к водным виллам, да, все они в 102 квадратных метра. Водные виллы. Ника, пока по карте мы смотрим, пока у нас карта близко, да, по презентации, мы можем вернуться про пляж поговорить еще немножечко, где лучше всего купаться. Да, конечно. По карте посмотрим. Секундочку. Потому что самое важное... Остров, где лучше всего заход в море, и где, собственно, гости купаются? Я рекомендую с двух сторон. То есть заход в хорошее море у Сарына Сан-Цетбичи, их всего 12. Из 12 у конечных 10 хороший заход, хорошее купание и близкий риф. У Сан-Цетбичи также очень хороший пляж, так, что здесь гарантированно хороший пляж у всех вилл. Хороший пляж. По песочку. Мы заходим по песочку. Да, да, совершенно верно. Конечно, зависит от приливов, отливов. Глубина зависит всегда от приливов, отливов. То есть если это прилив, глубина будет очень комфортная, добывает отлив, поэтому нужно пройти чуть подальше. Но вот в этих двух сторон Сан-Цетбичи и Сан-Цетбичи очень хороший пляж. Но просто у нас Сан-Цетбичи поменьше, всего их 12 вилл. Сан-Цетбичи больше вариантов для размещения. Общий бассейн у вас на карте, я вот пытаюсь найти. Есть, он есть вот на карте, он вот здесь. Вот сбоку, да? Сфигурочка, да. Ага, то есть в самой левой части это у вас Infinity Pool, общий бассейн. Да, я вижу вопрос, на пляже есть крошка-коралл. А в зависимости, действительно, это натуральное явление, да, то есть изначально была крошка, сейчас мы, конечно, стараемся ее вычистить. Но я бы скажу, наверное, примерно 80, даже 90% пляжа, то есть она идет белым песочком без крошки. Но иногда примывает небольшие, да, то есть участки, то есть все равно живой организм, океан. То есть поэтому мы стараемся ее убирать. В целом мы с собой тапочки, тапочки для входа воду не берем. Если для снорли, то лучше взять. С собой можно не брать, но если на снорли, то там, конечно, нужно с собой взять, потому что на снорли, конечно, есть рифы, кораллы, то есть которые защищены такие очень острые. Переходим к водным виллам. Да, Ника, еще такой момент, да, вопросов просто много, я сразу по карте. Мы говорим о том, что мы к вам едем, у вас хороший заход в воду, да, и есть свой домашний риф. Да, совершенно верно. Домашний риф, он у вас, собственно, по карте мы посмотрели. Со стороны Sunset Beachville. Со стороны Sunset Beachville. Окей, все, вроде бы совсем разобрались с пляжем, с заходом, идем туда дальше уже к водным виллам. Супер. Переходим к водным виллам. А водных вилл тоже три категории, всего 36 вилл в общем. Так, давайте вернемся к карте. Сначала по карте расскажу, потом покажу. А вы смотрите, вот с левой, с правой стороны, извините, Lagoon Waterville – это базовая категория водных вилл. Почему они базовые? У них как раз так и вид на открытый океан, на закат, не на рассвет. Но иногда при вот как раз таки отливах у них есть такая, не кораллово льно, да, то есть достаточно много кораллов, камней, то есть поэтому для купания комфортно, может быть, не сильно комфортно. То есть именно само дно. А так при виллах для тех, кто хорошо плавает, могут, в принципе, доплыть до рифа. То есть, в принципе, это очень хорошее расположение. Плюс такой именно открытый океан, то есть никто ничего, то есть никаких помех нет. В принципе, мне эти виллы достаточно очень хорошо нравятся, и как раз таки из-за приватности. А Sunrise Votoville – вторая категория с видом на рассвет. И Sunset Votoville – это виллы с видом на закат. Для тех, кто хочет более такое песчаное дно для плавания, я бы рекомендовала либо Sunrise Votoville, которые ближе к острову, либо Sunset Votoville. Вот этих вот площадьев, которые чуть-чуть поближе к острову, у них более такое песчаное дно для плавания. Для тех, которые чуть подальше, у них идет более коралловое дно. Я знаю, что очень такой важный вопрос, поэтому имейте в виду. Естественно, в размещении, если гости у нас спрашивают, какие они виллы хотят, они могут заранее при бронировании предоставить на комментарии, какие виллы они предпочитают, потише, поспокойнее, либо более приватные, либо те, где удобнее плавать. То есть мы все предпочтения учитываем, ставим пометку нашему отделу по работе с гостями, и они, в свою очередь, в 95% случаев дают виллу, которую гости просят. 5% – это на высокую заполняемость, либо на какие-то форс-мажоры. Но наша команда по работе с гостями очень отлично с этим справляется. Мне кажется, в прошедшие годы это показалось с хорошими комментариями. Водные виллы на фотографиях, они выглядят так. Давайте я вам уже покажу их на видео. Водные виллы чуть меньше пляжных, то есть у них всего лишь 125 квадратных метров. Однако, несмотря на это, достаточно просторные, особенно для размещения слепарочки. Здесь литопарочки, да, то есть очень комфортно им просвеститься. Они тоже очень отдельно стоящие, и пространство между виллами, видите, очень большое, поэтому такая хорошая приватность, звуконепроницаемость. То есть здесь у нас гостиная зона идет впереди, а не отдельной комнатой. И здесь панорамные окна. То есть, да, вот это вот ощущение панорамных окон создает такое восприятие, восприятие, как будто бы океан буквально подать рукой, прям рядом с вами. Дизайн, еще раз, по цвету можете увидеть, очень такой минималистичный, очень такой простой, но при этом элегантный. Ванная комната тоже абсолютно шикарная, с видом на океан. Вот эти, кстати, коробочки с нашими средствами Alila Living, то есть вся косметика, которую мы используем в номерах, а также в спа, это нашего собственного производства бренда Alila, производится в Индонезии, она очень натуральная, без консервата, без пробена, с таким запахом, который вы только почувствуете в наших отелях Alila. То есть вы нигде больше не купите эти косметические принадлежности, кроме как наших отелей. И для всех гостей есть в номерах коробочка для нее, для него. То есть с принадлежностями отдельно косметическая линия для него и отдельно для нее. То есть для него там более такими мужскими оттенками, для нее с более женскими оттенками. Вот, то есть очень такие подход деталям очень серьезные у нас. гамак во всех номерах и вот такой бассейн по по заходу в воду вот поле вижу по лестнице начинается по-моему сразу уже как бы глубоко зависимости от отлива прилива при высоком при приливе достаточно глубоко потому что наши водные виллы располагается очень достаточно такие высокие водные виллы что у вас с хорошей стороны позволяет наиболее боль звукоизолировать из когда получается идут волны они не сильно качает большого шума но при этом они такие высокие достаточно и при приливах достаточно высоко глубоко может до двух метров достигать может чуть больше при отливах то есть может я метр 65 метр пятьдесят да чуть меньше тоже возможны а еще возвращаясь косметики на что хотелось вспомянуть потому что одна из фишечек для всех гостей в номерах мы отдельно ставим также зоносозащитный крем после загара лосьон да а также возле подушки стоит такой магический мис для подушки лавандовый который все гости мне кажется забирает с собой а то есть побрызгала на подушку можно видеть такие отличные красивые и прекрасные сны да то есть это такое отступление небольшая фишечка нашего отеля вопрос как разки про детей да извините хотел упомянуть забыла на водных виллах мы размечаем семья с детьми абсолютно принимается разрешается но под расписку родителей и да как верно отметили нет ограждений поэтому мы не рекомендуем с нашей стороны потому что достаточно высокие виллы но при этом под расписку ответственность родителей разрешается и у нас уже жили всеми с детьми а достаточно маленькими и ну даже от трех годиков до 11 лет и принципе было комфортно не было никаких случаев то есть принципе всем очень нравилось если нет вопросов по водной вилла переходим к нашим следующим флагом инфраструктура нашего давайте по по оснащению всегда спрашивают если водичка чай кофе-машина в номерах то есть есть ли у вас частный вопрос сумочки шлепки и так далее то есть что вообще в номерах можно найти номерах есть практически все то есть кофе-машина чай кофе вода бесплатно абсолютно есть мини-бар мини-бар идет дополнительную плату а также помимо наших косметических средств идет номерах шляпки которые тоже очень такие эстетичные очень красивые все их забирают с собой они просто необычные скоро шляпки появятся с нашими лого которые будут именно презентовать от алила а тапочки сумки есть тапочки есть для вилл но правда у нас сейчас небольшая проблема с размерами это тебе скажу по секрету еще раз но идут тапочки с индонезии хорошими размерами для всех гостей будут бесплатно для вилл внутри и для пользования снаружи то есть мы их будем давать всем гостям бесплатно что еще так читаю халатики есть на видео даже мы все видели так 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 в принципе мне кажется все спросили бог по глубине поняли что в принципе с водных вилл мы спускаемся там зависит уже глубина от прилива отлива но опять таки вода от одного до двух метров да возможно сможем даже встать на песочек и дальше уже плыть так идем дальше уже переходим к отельной инфраструктуре переходим к отельной инфраструктуре еще раз мне кажется я уже упоминала наш остров наверное больше подходит для такого релаксационного отдыха для спокойного для тех кто действительно хочет отдохнуть от всего и просто отключиться да то есть но при этом конечно у нас есть инфраструктура есть главный бассейн который видите на фотографии главный бассейн секундочку также у нас есть тренажерный зал который мы тоже чуть попозже увидим пространство для йоги то есть мы больше ориентируемся на такой здоровый образ жизни на велнос перезагрузку поэтому для гостей предоставляются уроки йоги на закате на расцвете который мы делаем в нашем спа где очень такая красивая зеленая площадка для йоги либо делаем его на пляже для того чтобы смотреть на закат также помимо этого наш тренер делает занятие йоги не йогой а именно хит да проработка тела а проработка кора проработка нижней части точки то есть очень такие необычные интересные занятия плюс еще очень популярно сейчас знаю есть всякие ритуалы многие делают денежные ритуалы по энергетике да то есть и каждый месяц во время полной луны мы проводим ритуал медитацию полной луны то есть мы стелим коврики на пляже в очень таком широком красивом спокойном месте и проводится сначала дыхательные практики потом медитация как раз и зарядка этой энергии полной луны наши гости которые уже попробовали просто в восторге мне каждый год мы уезжаем другими людьми и полностью получили что-то новое медитация на деньги да у вас медитация на деньги на здоровье и на счастье и на мальдивы и на мальдивы совершенно верно нека вопроса про йогу занятия платные групповые или бесплатные он групповой у нас есть в каждом номере есть отдельно расписанием на каждый день какие у нас есть занятия есть платный бесплатной если то групповые занятия по нашему расписанию он идет абсолютно бесплатно если из decimation тоже задохнули плату конечно помимо конечно таких мероприятий у нас есть также библиотека то есть очень много гостей у нас приезжали кстати те кто один одинокий но не одинокий гости может быть соло туристов то есть они очень многие из них работают на удаленной основе поэтому библиотека для них самое место где можно поработать с красивейшим видом чашка кофе либо просто даже почитать книжку также есть центр водных видов спорта и даринговый центр для всех гостей предоставляется маски ласты бесплатно уже по рифу я поминала есть домашний риф а также есть получается экскурсии с выездом на другие места и очень такой важный момент несмотря на то что мы соседи с батон то есть батон знаменит своими мантами у нас также есть манты они практически круглый год на то есть с ними можно круглый год пойми кроме наверное самый низкий сезон это будет май июнь когда манты мигрирует а дайвинг тоже круглый год но у них для дайвинга не самый низкий сезон октябрь ноябрь примерно но практически во всех случаях это идет всегда приватная экскурсия то есть если например сезон они очень близко то есть к ним и можно выехать поплавать не будет скопления людей то есть только вы и манты да нет кучи лода которые кучи гостей которые прыгают и стараются тоже все с ним сфотографироваться индивидуально приватная экскурсия а вне сезона нужно просто выхать чуть подальше все равно их увидеть и плюс еще нашего атолла раатол один из самых глубоких атоллов на мальдивах и самый наверное тронутый атол где ни разу не погружалась нога человека то есть гости которые приезжают к нам дайверы действительно для тех кто дайвит и уже были много где рекомендуем наш атол потому что очень чистый во первых мало местных островов мало туристов поэтому даже когда погружаются очень чисто нет мусора наши гости которые были других атоллов даже говорят когда погружаешься очень постоянно возишь тонны мусора да соберешь с собой мешочек собираешь удален а здесь у нас погружаешься и то есть очень абсолютно чисто красивые кораллы и плюс еще очень большое количество рыб для дайвера сто процентов может рекомендовать наш отель и я думаю в виде приглашение видели у нас есть менеджер дайвингово центра русскоязычный который сто процентов можно научить показать и сказать где лучше переходим к следующему сайту так как мы размещаем семьи с детьми у нас есть наша детский клуб можно сказать одесская комната на данном детской комнаты планируется его расширение для гостей которые приезжают с детьми и хочется немножко отдохнуть они могут оставить ребенка в нашем детском клубе у нас есть девочки которые смотрят за детьми и делают интересные программы интерактивные они делают что своими руками выезжают на пиратские круизы там еще что то то есть очень детям в принципе тоже нравится ну и родители тоже могут отдохнуть у бассейна с коктейлем и заняться своими делами также есть небольшая рекреационная зона с настольным теннисом и бильярдным столом для подростков не конец детская комната с какого возраста принимают с трех лет примерно с трех лет до 12 можно сказать но если это ребенку чуть меньше но он такой самостоятельный в принципе тоже можно оставить либо также используются слугами babysitting нянечки да то есть если индивидуально хотят то тоже мы представляем услуги нянечек еще такой момент а в зависимости конечно от того сколько детей на острове то есть мы стараемся делать такие мероприятия при на новый год мы отдельно делали даже стол для детей в детском клубе да чтобы дети у себя там развлекались и не беспокоили родителям новогоднюю ночь также на истер на пасху когда было много детей мы также делали отдельно для них там специальные шерсткие столы либо какие-то там кино чтобы действительно и по вечерам родителям можно было насладиться приватностью уединенности поэтому мы всегда идем на встречу слушаем наши гостей и стараемся делать все для них а вот вообще в целом если мы говорим про вот портрет вашего гостя то есть приезжают преимущественно семьи с детками или больше как парочки я бы сказала зависит все от сезона так как мы из более спокойный остров у нас нет такой большой анимационной базы то есть живая музыка по именно высокий сезон да также на себя диджей который играет каждый вечер у бара мира саку больше лаунжевую музыку но для тех кто хочет потанцевать естественно включить музыку потанцевать но так как более спокойный формат отдыха то есть поэтому я бы сказала что портрет нашего турист это вот молодые больше наверное пары также молодые семьи которые именно нравится такой современный стильный дизайн минималистичный но с детьми у нас семьи очень много приезжает в каникулы мы размещаем дым хорошие скидки и односпальные виллы на пляже с отдельной гостиной можно комфортно их разместить поэтому наверное процентов скажу 65 это будут именно парочки либо соло тревел и процентов 35 это будет всеми детьми вот сразу вопрос вижу про деток какое возможно размещение если большая проезжает семья возможно ли это нас 3 или взрослых четыре битка нужно брать 2 вилла мы конечно постараемся разместить их рядом но для такой большой семьи нужно будет брать две виллы ввели пляж на максимально идет два взрослых два ребенка и можно еще одного инфанта ванк для него бабе кот поставить можно спокойно то есть во взрослых два ребенка инфар спокойно на пляж на или разместить. Если это больше, то тогда нужно брать две виллы. Так, переходим дальше к нашему спам. Давайте спам покажу, потому что спа это одна из наших изюминок. Она располагается в центре острова, в середине. Это Катритов спа на сваях, на кронах деревьев. Так, секундочку. Спа мы все любим. Все готовы. На самом деле на Мальдивах, мне кажется, очень много спа на воде. Есть просто на земле. Но наши создатели подошли опять-таки оригинально к этому вопросу. И так Мальдивы можно видеть за своей комнатой океан, дай песок. Решили сделать в центре острова такую спа для того, чтобы ощутить именно другие Мальдивы. Тропические. И немножко вот этот именно стиль напоминает наши джунгли. Бали, ботбалийский стиль, индонезийский. Такое именно расслабление, как раз-таки релакс. И здесь очень много летучих лисичек, которые действительно наши просто гости приходят, смотрят на этих лисичек, просто и наслаждаются. А можно их покормить? Нет, кормить их, к сожалению, нельзя. Они сами себя кормят. Они сами, да, себя кормят. То есть, видите, очень зеленый остров. То есть, площадка для юги, как раз-таки мы проходим. И вот посмотрим комнату. Комната называется Ника. Почему Ника? Не в честь меня, а в честь дерева. Ника это с мальдивского переводится как баниан-три. То есть, дерево баниан. То есть, каждая комната процедурная имеет название на мальдивском именно деревьях. Ну, мы заходим именно в именную комнату. Да, именно в именную. Видео без музыки, да? Такое видео, да. Мы, к сожалению, как уже хотели сделать с голосовой озвучкой, но немножко не успели. Мы доделаем эти видео. Я отдельно отправлюсь с эту ванну. И вы можете также их поставить потом в следующий наш в окончательный монтаж. А так просто фоновая музыка. То есть, видите, ванна, это сильно, смотря на эту ванну, она напоминает именно Убута. То есть, не Мальдива, а Убут. Ну, и на первом этаже данного комплекса наш тренажерный зал. Тренажерный зал, такой, с видом на лес, можно сказать, тропический вид. Все тренажеры есть. Для гостей, кто любит очень активный образ жизни. Судя по тому, что никого нет, никто не любит. Мы выбрали такой день, когда мало гостей. Давайте пройдемте, я знаю, что у нас небольшой временной ремень тоже пройдем. Давайте перейдем к нашим ресторанам. А еще вот как раз-таки сюрпризы, наверное, это вот наши именно рестораны, наша гастрономия. То есть, на острове, скажу, у нас идет три ресторана, два бара и одно кафе. Главный ресторан Sea Salt, это ресторан медитарианской кухни, где мы предоставляем завтрак, обед, ужин. Все питание а-ла-карт. Именно почему-то концепция нашего отеля, именно по еде. Вот просто сегодня буквально уехал у нас один рекламный тур, они просто были в восторге. И от того, насколько вкусно все, да, то есть, насколько все необычно. Мы ремесленники, мы ремесленники своего дела, мы стараемся сделать все необычно, с ноткой креативности, да. То есть, если, например, даже салат Цезарь, мы добавим в него что-то такое необычное, что получится вообще, то есть, какое-то новое видение салата Цезаря, да. То есть, как раз в ресторане Sea Salt, это очень ярко выраженный, даже само название ресторана Sea Salt. Почему? Sea Salt в переводе означает морская соль. То есть, всю соль, которую мы используем для приготовления блюд, а также спа, а также номера, это соль нашего собственного производства. То есть, мы берем воду из океана, нашего индийского океана, который у нас, мы ее немножко фильтруем и также упариваем соль, и получается такая натуральная крупная соль, которая очень полезная, и, наверное, никто из отелей на Мальдивах не употребляет эту соль именно в пищевых целях. Есть, наверное, спа, но в пищевой целях именно вот эта такая наша фишечка. Вот в ресторане Sea Salt очень много креативных именно блюд, да, таких разной кухни, все питание, еще раз есть ала-карт на завтрак, у нас есть семи-шведский стол, то есть есть нарезка, получается, холодных каких-то сыров, выпечки, не выпечки именно, фруктиков, да, то есть йогурты, но основное блюдо заказывается именно с ала-карт, и также обед и ужин, но обед и ужин полностью ала-карт, то есть здесь мы подходим индивидуально каждому клиенту, это очень экологично для того, чтобы не было отбросов, да, лишних, чтобы было красиво, индивидуально персонализировано. Для всех гостей, у кого есть диетические предпочтения, глутен-фри, кто не лактос, да, не переваривает, еще какие-то, мы всегда можем приготовить для них очень удивительное что-то, а также гости могут нафантазировать любой салат, либо любое блюдо, и наш шеф Рахит, который более 20 лет работает в сфере государственного дисциплина, то есть он приготовит для них так, что они просто обрежут панчики и попросят рецепт. Ресторан... А детское питание, кстати, вот детское питание. Детское питание, да, тоже есть, детское питание есть, по типам питания я пройдусь чуть попозже, когда закончу с ресторанами, да, то есть я знаю, уже вижу вопрос, но чуть попозже я это озвучу. Детское питание есть тоже, да, для всех гостей, то есть мы можем приготовить что попросят, да, то есть если, например, кашку, пюрешки, то 100% можем, если у них какие-то есть предпочтения свои, просто они должны сказать нам, что это, и мы для них это сделаем. Рядом с рестораном наш есть бар Мирус. Это наш бар такой в мальдивском переводе перчик. То есть не просто перчик, у нас есть очень такие перчичные коктейли, которые очень авторские. С перчинкой. Авторские коктейли это как негрони в кокосе. То есть береза, мальдивский кокос, в него заливается негрони, настаивается от пяти до семи дней. И в итоге негрони получают такой оттенок кокосового вкуса, что тоже очень обычно, но при этом вдохновлено мальдивскими традициями. Также с другой стороны острова наш распроводается ресторан японской кухни, японская азиатская кухня, умами, и бар Якитори, такой тоже вдохновленный азиатский мотивами бар, где мы сервируем коктейли, основанные на сакэ. То есть очень, даже те, кто не сильно любит сакэ, но пробует эти коктейли, им очень нравится. То есть называются такие очень необычные, только у нас они в доступности есть. А также безалкогольные коктейли, мактейли, то есть гости, которые не пьют алкоголь, есть огромнейший выбор wellness drinks, даже с активированным углем, который очень хорош для пищеварения. Сразу выпил, проблем нет. Да, выпил, пошел поужину, все переварилось и все, отлично. Итак, и в ресторане у мамы у нас также есть тапаньяки японские, которые можно отдельно бронировать для гостей. То есть, повторюсь, три ресторана, два бара и одно кафе. Вот как раз в следующем слайде мы увидим с вами кафе Бибати. Это наше такое уютное место, где можно выпить кофе с разнообразным количеством начинок. Также есть очень большой выбор молока, начиная от кокосового, от элмонда миндального, заканчивая обычным, классическим. Очень большое, хотелось бы отметку сделать, кафе Бибати для всех гостей, неважно, на каком они типе питания. Мы предоставляем бесплатный послебеденный чай с трех до четырех. Только подборка идет на листиках очень красиво, больше 20 видов чаек и специи, которые можно смешать друг с другом. Им нам заварят чай и подадут такие мальдивские закусы. Для всех гостей абсолютно бесплатно с трех до четырех такая послебеденная чайная церемония бесплатная. И, естественно, ужин где захотят, на пляже, на вилле, на доне, да, то есть где-то еще, то есть всегда мы организуем для наших гостей. И вот еще одна фишечка наша, на котором заострим внимание, это наш ресторан единственный на Мальдивах, самый первый единственный на Мальдивах ресторан на Сент-Бенке. Что такое Сент-Бенк? Сент-Бенк – это приватная песчаная коса посередине острова. Иногда при приливах ее даже вообще нет, она уходит полностью под воду. При отливах появляется частично. То есть до этого на многих резортах возят на них на пикник, ставят паланку, либо пикник, да, какой-то закусочки, либо ужин. У нас же полноценный ресторан на этом острове с печью Just for Grill, то есть она абсолютно, то есть уникальная технология, которая позволяет делать мясо, лобстеры и рыбу очень мягкими, сочными. Душ, туалет, да, то есть можно очень красиво провести свой вечер. Давайте я вам покажу видео, посмотрите, насколько это атмосферно. Да, лучше увидеть, чем услышать много раз. Посмотрим. Увидя это, это намного красивее, намного познавательнее. То есть такой островок, представьте себе, вы ужинаете в ресторан, посреди океана, под звездами и ничего больше. Это, мне кажется, просто не забываемо. А когда бывают приливы, отливы, там как бы нет сложности? Сложность нет, потому что ресторан приходят над водой, на сваях, видно здесь, да, на видео. И можно даже насладиться, на гамаке полежать и посмотреть на рыбок, либо посмотреть на крабиков бегающих, да, то есть очень такое уютное место. Туда можно приехать на обед, либо на ужин, а также можно приехать, да, просто на пикник, посмотреть, потому что очень красивый риф вокруг этого острова. И также можно просто приехать, подлюбоваться закатом. Вот это шикарный просто опыт. Например, для меня, кто уже 8 лет на Мальдивах, в принципе, ну что такое? Сан-Бен приехал, посмотрел на закат, ничего странного, ничего особенного. Но для гостей, которые приезжают в первый раз, даже не в первый, но уже бывают на Мальдивах, приезжая на этот остров, с бокала шампанского, с конопы на закат, смотрят с этим мягким белым песком, они просто абсолютно в восторге. И давайте пройдемся по типу питания, потому что, мне кажется, нужно уже, это очень важный момент, работаем на типах питания BB, Half-Board, Full-Board, все включено, а также у нас есть отдельно пакет напитков, да, то есть пакет напитков можно добавить на любой тип питания. Пакет напитков идет алкогольный, напитки включены и безалкогольный. То есть гости, для которых нужно все включено, берут Full-Board пакет напитков, получается все включено. Напитки выключены в течение всего дня, во время работы ресторанов и баров, а также во время еды. Алкогольный, безалкогольный, хороший выбор алкоголик, напиток и вин, сразу скажу. И безалкогольный, и свежевыжатый сок, и смузи, и так далее, все включено. Для пакета людей, которые не едят много, например, хотят Half-Board, Пол-Пансион, но при этом выпивают, либо просто даже свежевыжатый соки, могут взять Half-Board и пакет напитков и наслаждаться напитками в течение всего дня. Очень-очень удобно. Все питание включено в главном ресторане SeaSoul. С одной стороны, да, многие комментируют, что не так большой выбор ресторанов, но при этом хороший выбор меню и по запросу, то есть индивидуально мы разрабатываем меню для каждого гостя, поэтому им не скучно, то есть они не устают, когда можно попросить что-то новое. То есть для гостей, которые на Half-Board, Full-Board, все включено, на ужин, если они хотят поужинать в ресторане Умами, либо в ресторане Шах, на приватной печаной косе, действует кредит от 50 до 100 долларов, в зависимости от спецпредложения. То есть следите за акциям-партнерами и условиями, то есть мы всегда все это комментируем. На данный момент кредит идет 50 долларов, то есть он может изменяться плюс-минус. То есть получается депозит, гости приходят в Умами, если у них чек, например, на двоих идет 150 долларов, 100 долларов за двоих вычитывается, 50 долларов они доплачивают. А в ресторане Жеси Сол будет ужин полностью включен, такой три-корс-меню, да, то есть закуска, главное блюдо и десерт. Естественно, если они не доедаются, хотят заказать второе, например, главное блюдо, то есть им нужно хорошо покушать, мы не ограничиваясь, да, идем на уступки, поэтому всегда индивидуально подходим, могут с нами разговаривать. Мы всегда для того, чтобы гости были счастливы, не были голодные, всегда мы с ними индивидуально все вопросы решим. Для гостей, в которых включен обед, это фулборд, либо все включено, гости могут пообедать либо в ресторане, главное, в Сесол, вот опять же, либо в кафе Пи Бати, либо в баре Мирус, либо в баре Екитори. В барах и кафе более такая легкая еда, да, то есть какие-то тут боу, либо, например, в Екитори идет получается бенто-бокс, например, я обожаю его, для тех, кто хочет легко покушать, то есть легко пообедать, как раз таки самое то место. А в Пи Бати это такие сэндвичи для тех, кто может пропустить завтрак, сэндвичи, салатики, то есть, ну, при этом, то есть тоже есть хороший выбор. Вот, по питанию концепции, по напиткам вопрос, можно ли на месте выбрать, либо нужно оплачивать уже, когда бронируем пакетный тур? Можно сделать это на месте, либо заранее, то есть это уже на выбор гостей, да. Для гостей, для подростков до 18 лет, кому нельзя алкоголь, мы предоставляем также пакет безалкогольных напитков, то есть, например, если у вас взрослых и один ребенок, то есть ребенку не нужно платить, там, 50% от алкогольного пакета, им просто нужно взять безалкогольный пакет, который в три раза практически дешевле, чем полноценный пакет напитков, да, то есть там включены безалкогольные напитки, соки, мактейли и так далее. Получается, значит, итог подводим, да, то есть мы берем, например, фулборд, либо хавборд и плюс пакет напитков выбираем. Совершенно верно. Если мы берем all-inclusive, у нас уже пакет напитков включен. Включен, вот. Вот. Окей, переходим тогда уже к праздникам. Да, у нас буквально осталось несколько слайдов, пару минут, естественно, для всех гостей, которые приезжают и хотят обновить церемонию, свадебную, либо просто провести свадебную церемонию символическую, мы делаем это для гостей, возможно, либо на острове, либо на необитаемом острове, либо даже на том острове Ишак, который я вам показывала. Для ханимундров у нас действуют тоже специальные такие плюшечки, да, то есть идут для всех молодоженов у нас идут отдельно бутылка и гристовина, тортик в номере, украшение кровати, а также для гостей, которые проживают 7 ночей больше, для молодоженов, а также для гостей, которые празднуют свою годовщину свадьбы, мы предоставляем 60 минут спа бесплатно, да, то есть от 7 ночей и выше, вот, для дня рождения также мы предоставляем тортик, украшение кровати, вот, естественно, все гости могут забронировать заранее, либо на месте свадебной, но свадебную церемонию желательно заранее, для того, чтобы мы привезли цветы, да, то есть сделали все подготовку этого заранее. Так, а еще вопрос, вопрос, да, я сразу про отель спрошу, вот по моему чек-листу, вопросики такие, про интернет, везде они ловят хорошо, по всему ли острову? Практически по всему острову, да, интернет бесплатный, ловят хорошо, есть, например, в некоторых кустах, если выйти далеко, например, от главных зон, могут быть какие-то помехи, но если нужен хороший интернет для работы, то есть всегда могут спросить у наших сотрудников, у нас есть концепция Villa Host, которая закреплена за каждым гостем, причем есть русскоговорящий хост, можно договориться с нашим IT, мы можем предоставить такой тонгл, да, то есть роутер маленький, который можно сносить с собой, если всегда нужен интернет, и такого хорошего качества для работы именно, то есть это вопрос решаемый. Угу. По наличию медпомощи доктора на острове есть у вас? Доктор на острове 24 часа, 7 дней в неделю, и медицинская помощь, которая оказывается у нас на острове, абсолютно бесплатна, да, если необходимо, все лекарства, которые мы предоставляем на острове, они тоже бесплатны для гостей, мы не берем никакую плату, естественно, если что-то нужно привезти в Смоле, с другого города, да, то есть там уже будет по цене той, по которой закупят это в городе главном, а там все основные, первая медицинская помощь, все необходимые первые медикаменты, они все есть в наличии, бесплатные, постоянно проходят наш доктор-проверку, поэтому можете не переживать. Угу. А, Ника, еще такой вопрос, есть ли у вас такая модная штука, как плавающий завтрак? Абсолютно верно, конечно, есть, есть. Есть. How much? 150 долларов плюс налоги, ну, это получается где-то 190 долларов, в общем. Угу. А, Ника, еще такой вопрос, про депозит, есть ли у вас такая история при заселении? Очень хочу удивить, и многие, что депозитов у вас при заселении нет, это на самом деле очень многоудобно, нет таких, да, то есть нет такой большой, как сказать, burden, а именно для гостей, то есть не нужно, нам, мы не берем депозит, потому что мы знаем, гости с нами, при выезде, естественно, если у них достаточно высокая сумма их растраз здесь, мы им сообщим, чтобы они уже понимали, сколько нужно, заранее думают, о как оплатить, но при заселении депозит мы не берем. Угу. Так, и про велосипеды, сказали, что велосипедов на острове нет. Нет, велосипедов нет, две причины есть, одна причина, потому что остров среднего размера, да, такой небольшой, то есть процент баги, и водные виллы очень высокие, поэтому в целом безопасности решили пока не делать велосипед, для того, что бывают случаи на Мальдивах, что падают с водных вилл, и это одна из больших проблем, а пляжных вилл можно дойти спокойно до ресторана, очень близко, либо попросить баги. Угу. Так, окей, по вопросикам прошлись, продолжаем презентацию, осталось уже пару слайдов. Ну да, буквально, буквально у нас остался один слайд, наверное, в завершении хотела бы упомянуть о том, что мы являемся частью еще раз Алилы, это сюрприз, да, то есть удивительно другое, в том плане, что мы очень серьезно подходим к вопросам окружающей среды, к вопросам заботы о нашей местной комьюнити, о местных, на обществе, да, с солнечными батареями, мы хотим это расширить. Про соль, которую мы разрабатываем здесь у себя сами на Туран, я уже отмечала, то есть это еще одна из инициатив. Также в скором времени у нас заработает органический сад, где мы будем делать плантацию соли, то есть гости, которые хотят, захотелось, как это производится, мы для всех будем показывать, а также будет действовать шеф from the garden, то есть у нас будет столик в саду, и гости, придя, могут выбрать себе что-то, хотят приготовить, и шеф для них сделает, либо будет-то салат, либо будет-то какая-то другая закуска, да. И вот еще как раз-таки про местное общество, то есть мы делаем очень много инициатив для того, чтобы поддерживать местных жителей, потому что, ну, не все знают на самом деле, что такое Мальдивы, то есть для всех Мальдивы это красивая картинка, песочек, пляж, да, то есть, ну, влагуна. Для нас же Мальдивы это целое направление, которое мы стараемся развить и познакомить каждого с его культурой. То есть помимо таких мероприятий, как мы делаем, знакомство с мальдивской культурой, искусство кокоса, рассказываем, почему кокос настолько важен, не просто чтобы выпить для здоровья, а почему он важен именно в жизни мальдивцев, да, у нас есть определенная такая программа, вот эти экскурсии. То есть вот эти вот программы, мне кажется, делают очень отличительное, отличают нас от других отелей, потому что мы показываем и мы внедряем это. Плюс еще постоянно благотворительные акции, то есть у нас есть такие акции при бронировании, например, отеля, да, то есть есть определенная ночь, то есть это четвертая ночь, то, что гости платят, мы передаем это в местный приют, либо местные школы именно для развития туризма, для развития местных, местных, разнообразных образований и так далее. Вот, в принципе, я с моей стороны все. Есть ли какие-то вопросы? Если нет, хотела бы показать заключающее просто видео, там буквально 20-30 секунд и можем. Можем, можем, можем завершать. Так, давайте тогда ролик посмотрим и вернемся к остальным вопросам, которые сейчас появляются. Хорошо, давайте буквально несколько секунд просто погрузите в атмосферу перед вашим выходным днем, как раз таки отключаемся мегаполисом, погружаемся в наш скандинавский минимализм и природу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ник, спасибо большое за презентацию, за знакомство с Резортом. Большое спасибо, Светлана, большое спасибо своим зрителям. И остаемся на связи. Остаемся на связи, а мы с своей стороны приглашаем к нам подключиться компанию Мальдивяна, нашего друга-партнера-организатора. У нас сегодня Кать Михеева. Традиционно завершает наши все эфиры, нашу первую мальдивскую неделю. Кать, привет! Всем добрый день! Всем добрый день, здравствуйте! Итак, Кать, мы хотим от себя услышать комментарии по данному резорту. Резорту мы поняли уже год. Как вы продаете его? На что делаете упор? Каким туристам предлагаете? Спасибо большое, Света. Спасибо, Ника. Сама с удовольствием послушала презентацию. Что хочу сказать. Для кого этот отель? Это натуральный остров с пышной растительностью, как мы уже поняли. Уникальнейший, стильный дизайн. Такой с философией единения природы, цен. Вокруг острова, напомню, что тут трансфер на гидросамолете или доместик. Вокруг острова 17 дайв-спотов. Также остров расположен... Наверняка все слышали о острове Ваду, который славится так называемый Sea of Stars, светящийся планктон. Можно увидеть, да. Это не гарантированно, но наверняка вы в Инстаграме видели вот эти чудесные видео, где светится океан. Я сама лично плавала в светящемся планктоне. Это просто незабываемое зрелище и ощущение. Поэтому можно поехать в Алилу и рядом с островом Ваду сплавать, посмотреть светящийся планктон. А может быть, он будет и у побережья самого курорта Алила. Что еще? Необычные три топ-спа, спа на деревьях. Вы посмотрели уже, там Ника нам все подробно рассказала, все программы. Это не просто массажи, да, а вот целый комплекс от питания до стиля жизни и так далее, который пропагандирует спа при Алила. И вот, конечно же, ресторан на песчаной отмели, как бы, особенно когда прилив, это ощущение абсолютно посреди океана. Не забываем. Это вот такие фишки отеля. Ну и, конечно же, это для любителей, медитаций, кто хочет почувствовать вот аутентичность Мальдив. Это все Алила. И как мы знаем уже на нашем опыте, когда появляется слово аутентичность, это уже некая эксклюзивность, и стоимость уже, сейчас переключу слайд, одну секундочку провернула я его. Вот, смотрим стоимость. Итак, с 27-го, и в принципе, это все лето, во-первых, спецприложение, обратите внимание, одинаковая цена на завтрак, на хавборде, 8,071. Да, это, собственно говоря, аутентичность. Это выше среднего, это тот, кто достоин этого курорта. Ну, и обратите еще внимание, вот минимальная стоимость в наших пресс-листах у нас на сайте maldivs.ru в разделе подбор тура. Очень удобно можно подобрать тур, проставить разные виды размещения, разное количество ночей и так далее. Вы видите, да, что очень-очень небольшая разница между доместиком и степлым. Но я, конечно, со своей стороны всегда рекомендую выбрать теплей, ну, если это не поздний, я помню, что тут просто какие-то там очень-очень небольшая стоимость, порядка меньше 50 долларов разница. Вот мы посмотрели стоимость, поняли, да, для кого мы это предлагаем. Для пар, для любителей медитаций, для любителей... Нет такого спокойного отдыха. ...пиле, спокойного отдыха и непосредственно, кто спрашивает о светящемся планктоне, да, вы можете отправлять в Алила, есть большой шанс, вероятность его увидеть. Вот, собственно говоря, это наша Алила. Также я предлагаю подписаться на соцсети все время, вы, кто уже не первый раз слушает и кто уже нас отмечает и видит мои перепосты в нашем инстаграме Мальдивиана.com и выведите фотографию, где не все члены нашей команды, но часть из команды это наши менеджеры по продажам, очень экспертные, душевные, хорошие люди, высококлассные специалисты, обращайтесь, если вам нужны классные Мальдивы, классный подход, экспертность, это все к нам. И также мои контакты в случае, если вам понадобится такая тяжелая артиллерия, какой-то нерешаемый вопрос, всегда можете связаться со мной и мы все обязательно с вами в самом лучшем и выгодным для вас образом решим. Кать, спасибо большое за первую неделю Мальдивского марафона, за все презентации, за все вот такие вот хайлайты, такие фишки, да, по каждому резорту рассмотренному. Я вижу, что для многих турагентов, кто делает репосты в соцсетях, очень полезно, очень такая некая прям, такая шпаргалочка, да, кому что предлагать, можно прям сразу вспомнить, о чем шла речь. Спасибо большое, дорогие зрители, дорогие друзья.